Взрыв был такой силы, что затрясся дом в наше холодильник. Наша квартира не могла пострадать. У нас двойная стена. Первые три подъезда одна, а потом вот эти три подъезда. Обратный вариант. И на нашей стороне, у третьего подъезда, двойная как бы стена. Дом зашатался здесь, поэтому я и подскочила. А уже взрыв раздался потом, когда вылетало все. Я в это время подошла к окну. Просто закрыть его, потому что уже жара как бы была, чтобы поменьше солнца было в квартиру. И в это время непонятно, вот это рушится все. Я думала, что это взрыв какой-то. Пыль. Ну я думала, знаете, на четвертом этаже, думаю, может балкон отвалился. И вот это такое, да. В шоке легком. Быстро на себя натянула, что ни телефон, ничего не взяла. Думаю, выйду во двор, посмотрю. Вышла тут, смотрю, все окна выбиты. А когда зашла на северную сторону, там посмотрела на пятом этаже. Ну мрак, что вышибла и огонь. Я когда выскакивала, нет, но в квартире был, знаете, такой вот треск вот такой. Ну нездоровый треск. Я не знаю, я выскочила, я не знаю, что там сейчас. Ну вот это вот, у которой на пятом этаже взорвалась квартира у них, да. Она пострадала, но вызвали скорую и оказали помощь. Ну такую легкую, там она чуть-чуть обожглась, там такая была поверхностная, не опасная для жизни. Ей оказали помощь и все. А так больше никого, слава Богу. Сказали, значит, вот глава администрации нашего округа сказала, что мы же тоже выскочили документы, там все у нас и вещи, все. Спросили, когда можно будет зайти. Она сказала, что предположительно, когда пожарники разрешат, потому что крышу они не могут потушить до сих пор, они все заливают. Пожарники разрешат, тогда будет, значит, следственный комитет, участковый, полиция, будут каждого вызывать в квартиру, заходить и под их наблюдением мы будем там забирать что. Напишите, пожалуйста, мы ожидаем, 80-й час откроют, чтобы замок не ломать. Хорошо, сейчас ищем. К месту пожара незамедлительно были выставлены силы и средства Краснодарского местного пожароспасательного горизонта по вызову номер 2. При бюджете к месту пожара было установлено, что происходит открытое горение квартиры на пятом этаже с выходом открытого пламени на кровлю здания. Поднявшись к месту очага пожара, длинном ГДЗС было обнаружено разрушение посадной части здания на площади 40 метров квадратных, а также перегородок между двумя квартирами. В настоящее время пожар потушен. На месте работы это проводит визуальный осмотр звенья газовой защиты службы, разъемный в пункте временного размещения в гостинице «Кавказ». Решается вопрос об отселении граждан.